Весёлые истории Иногда проблемы с автомобилем блондинки бывают такими серьёзными, что объяснить их по-русски девушка не может Ну я им уже 10 раз объясняла, ну, не знаю, странный автосервис какой-нибудь, я не могу говорить Так, девушка, давайте ещё раз, что у вас случилось? Вы понимаете, когда я еду, у меня сзади вот так стучит А под капотом спереди вот так А когда я останавливаюсь, вот так Мышь Люба, подойди, пожалуйста. Звал? Ничего не понимаю, что она говорит? Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Что у вас с машиной? Объясните еще раз. Вы понимаете, когда я еду, у меня так стучит. А под капотом спереди, вот так. Тыщ, 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 тыщ. А когда останавливаюсь, вот так. Ну, все ясно. У нее привода хрустят. Задняя левая стойка потекла. Когда останавливаетесь, повторите, что у вас там еще? Ну, колодки стерлись. Девушка, она умерла? Она будет жить. Зови, если что. Спасибо, Люба. Обвинение в тунеядстве – одно из самых оскорбительных для мужчины. Но порой лень побеждает даже эту неприятность. Зай? Ты уже целую неделю дома сидишь, ничего не делаешь. Только телевизор смотришь. Зато в доме прибрано. Вот это ты называешь прибрано? А что? Солнце, вот правда, я не могу одна за двоих работать. Кто из нас мужчина, я или ты? Я. Ну, туда придумай что-нибудь. Ну, я не знаю, в интернете покопайся. Там куча всяких вакансий. Ну, хорошо, я посмотрю на выходных. Не на выходных, а сегодня. Ладно? Ладно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай. Давай, давай, выбираем. Ход. Итак. Заряжает удар. И удар. Перекладина. Привет. О, привет. Ну что, нашёл? Нашёл. Показывай. Вот, читай. По данным Росстата, в первом квартале 2013 года для полноценного проживания в городе для семьи из двух человек хватит 45 тысяч рублей. Это что? Дорогая, а ты же зарабатываешь 60 тысяч рублей в месяц, правильно? 60? А нам нужно всего 45. На разницу я купил себе приставку. Спасибо. Итак, Месси, Месси набирает ход и удар. Гоу! 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 Некоторые наши действия могут быть странно истолкованы окружающими. На это не стоит обращать большого внимания, ведь каждый сам кузнец своего счастья. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И до Петровых кризис. Добрался. А он всё-таки... Бамфир. А какой приличный человек был. Галя, стой на шухере. Галя, стой на шухере. Галя, стой на шухере. Ой, как воняет. Галя! Нашёл? Да, не нашёл. Иди сюда. Для настоящего мальчишника характерно наличие большого количества веселящих жидкостей и мало знакомых женщин. К сожалению, это уже не секрет и для невест. Я не разбирал ничего. Так, всё. Тихо. Мужики, давайте выпьём за нашего жениха. Да. За то, что он самый... Секунду. Телефон. Ай, дорогая, ну что ты названиваешь? Ну, мне тут скучно. Ты сама виновата. Ну, кто говорил, никаких левых баб. Помню, помню. Ладно, давай. Сюрприз! О-о-о! АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, если начальник попадется понятливый и готовый войти в положение. Иначе, в общем, смотрите. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Господи, хоть бы он был в хорошем настроении. Пойдите. Здравствуйте, Карин Сергеевич. Здравствуйте. У нас в садике карантин. А у бабушки в поликлинике целый день процедуры. Вы не против, если моя дочка сегодня побудет со мной на работе? Я обещаю, она никому мешать не будет. И мне в том числе. Ребенок и годовой отчет, который вы мне должны были сдать еще вчера, несовместимы. Поэтому давай, чтобы не отвлекать мамочку, мы с тобой будем рисовать, хорошо? А ты умеешь рисовать жирафа? Карин Сергеевич, это неудобно. Ну, у вас же целый день расписан по минутам. Оксана Валерьевна, я обожаю детей. Как тебя зовут? София. Какое красивое имя. Это ты сама себе придумала? Нет же, мама. София, давай с тобой договоримся. Маме нужно работать. А мы с тобой пока порисуем, хорошо? Угу. Оксана Валерьевна, идите, занимайтесь делами и ни о чем не беспокойтесь. Спасибо вам, Карин Сергеевич. Веди себя хорошо. А давай кто быстрее нарисует слона? Давай. О, я все. Ну, это у тебя не слон, это какой-то крокодил. Слон. А, у нас закончился бензин, просим разрешение на посадку. Посадка разрешена. О, мама! Карин Сергеевич, уже шесть вечера, мы пойдем с Софией. Спасибо вам большое, Карин Сергеевич. Вы простите, что так сегодня получилось. Да перестаньте, все нормально. Ну, Соня, пока. До свидания. Мам, никакой дядя Карин не козел горный. По мне так он просто супер. До свидания, Карин Сергеевич. Пойдем. При первом свидании с девушкой очень важно выбрать тему для разговора, которая будет интересна и вам, и ей. А Витька, друг мой, автоматический спиннинг мне подарил. У меня такого не было. И новые блесны. Так когда мы с ним поехали на рыбалку, я на те блесны и вот такую щуку вытянул. Вот такую, представляешь? Вот такую. А Кулька, друг мой, он карасей макухой прикармливал. Я говорю, ты что? Я говорю, ты что, дебил? Надо мотылем, мотылем надо прикармливать, говорю ему. Так я, представляешь, вот таких карасей таскал. Честно, вот таких карасей. Ой, а окуни на Волге это просто слоны. Я тебе говорю, это слоны. Я знаю, там одно место, так один за другим. Вот таких окуней ловил. Вот таких. Да это невозможно уже. Официант, принесите мне счет. Я ухожу. А что не так? Да мне надоело слушать эту ерунду. Какую ерунду? Да где ты вот таких вот окуней-то на Волге видел? Сказочник, заливает он мне максимум вот такие вот. И карасей мотылем мне прикармливают. Каши надо прикармливать. Каши. Сказочник, ты на рыбалке-то хоть раз был? Тьфу. Правда, надо каши попробовать. Саня тоже советовал. Несмотря на видимую простоту, выбор имени очень сложная и ответственная задача. Коля. Я когда буду его звать на улице, тысяча человек будет оборачиваться. Давай лучше Антон. Да ты посмотри на него. Какой Антон? Он вылитый, Серега. Ты что, скажи, в ассессуаре? Можно. Смотри, у него глаза, как у моего папы. Ага. Такие же красные. Очень смешно. А давай его в честь на его папу назовем? Давай. Иннокентий Петрович. Давай лучше уже Семен. Слушай, а почему мы решили, что это парень? Может, это девочка? Давай проверим. Давай. Эй, иди сюда. Эй, ты. А ну-ка. Мужик? Мужик. Что это, мужик? Что, дальше думаем? Дальше думаем. Петрович. Совместная жизнь полна приятных сюрпризов. Впрочем, не будем забегать вперед. Лапуль, ты что-то ищешь? Привет, дорогой. Наконец-то сбылась твоя мечта. Ну, правда, со мной. Меня записали в отряд космонавтов. Какой отряд? Каких еще космонавтов? Сегодня к нам на работу пришел какой-то мужчина из Центра управления полетами. Проверили давление, посмотрел в глаза, спросил про болезни. Сказал, что я годна. Катя, что это за бред? Что это все значит? А это значит, что сегодня я переезжаю в звездный городок. А через полгода тренировок на Байконур. А через год, возможно, я уже на орбите. Ты рада меня, Пуп? Ты уходишь к другому мужчине, да? И зачем весь этот цирк с космонавтикой? Слушай, ну помни, что ты мне наплел, когда уходил к своей чучундре? Что тебя назначили тренером олимпийской женской сборной по нардам на Сочи 2014? Ну, ты же тогда сделала вид, что ты поверила. А что тебе мешает сделать вид? Ладно. Ну, ты там это... Веди себя хорошо. В открытый космос без шлема не выходи. Спасибо, дорогой. И ты смотри, чтобы твоя сборная не перевела тебя раньше времени к финалу. Бывалые ходоки налево заявляют, идеальная измена существует. Только готовить ее надо настолько долго и вдумчиво, что проще оставаться верным. Верным. Обожаю, когда мы с тобой остаемся наедине. И нам никто не мешает. Я тоже, милый. Так хочется, чтобы таких вечеров было больше. Ты так редко ко мне приезжаешь. Я тоже хочу, но ты же сама знаешь. Ну да. Тут ничего не поделать. Ну да. Жена звонила. Другой, быстрее. Она такая ревнивая. В тот раз нас чуть не застукала. Давай, берите. Алло. Ответь, он удосужился. Я тебя там не сильно отвлекла? Да нет, нет, конечно. Я как раз собирался тебе звонить. Опять не бойся по бабам шляешься, кобель. Время сколько, позвонить он мне пытался. А вдруг я уже сплю? Да какие бабы, Лена? Мы тут с Андреем Александровичем сидим, общаемся. Ничего такого. Чисто мужская компания. Ха, так я тебе и поверила. Если ты с Санычем, то дай ему трубку. Да без проблем. Сейчас позову. Андрей Александрович, идите поговорите с Леной. Алло. Здрасте. Привет, Лена. Ну, здравствуй, здравствуй. Где вы? У меня сидим. Пьете? Да, пьем чай. Ладно, тебе верю. А? Скажи моему благоверному, чтобы домой шел. Иди домой. Ну, сейчас иду. Сейчас идет. Пока. Пока. В смысле, пока. Спасибо, Андрюх. В следующий раз, когда к своей пойдешь, моя очередь страховать. Спасибо, Андрюх. Ой, да. СМЕХ 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 Когда вечер с друзьями затягивается, всегда лучше чистосердечно признаться во всём жене. Хотя бы в формате телефонного звонка. Хорошие ребята. Ладно, мужики, мне пора. Я же не обещал пораньше сегодня прийти. Э, ну ты чего? Ты куда собрался? Да ладно, ты что, второй тайм начался. Ну, ребят, я обещал. Ну, позвони, скажи, что ты задержишься. Ну. 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 Ладно, попробуй. Давай, давай. Давай, давай. Алло. Доча, привет, это папа. Мама рядом? Нет, она с дядей Олегом в спальне на втором этаже. С каким дядей Олегом? Доча, у нас нет никакого дяди Олега. Есть, папа. Он частенько приходит, пока тебя нет. Сейчас он с мамой в спальне. Солнышко, а сделай для папы одну вещь. Иди постучись к ним в спальню и скажи, что ты только что видела, как подъезжает папина машина. Хорошо. Спасибо, доча. Ну, Маша, а? Папа, я сделала, что ты просил. И что? Дядя Олег выскочил из кровати и голый выбежал на балкон и прыгнул. Он забыл, что мы на третьем этаже живем и теперь лежит внизу и кричит. Доча, с какого балкона? Извините, это 876-54-32? Нет. Простите. О, не повезло Олегу. Да. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова